Андрей Евдакимович Станкевич, вядомый, як архиепископ Арестарх, народился у вёсца Советская Будда Петраковского района. Он рос у звычайной селянской семьи, а тому на протягу сяго життя заховывал щирую любовь до природы, працы и людей. У 1969 годе скончил Одесскую духовную семинару, у 1973 — Московскую духовную академию. Был пострижен у монастфа у Троица Сергеевой Лавры. У ладыка Арестарх пройшел шлях ады и романах, ады епископа. Постановой святейшего патриарха Московского и усея Руси Алексея II и Святого Синода у 1990 годе был призначен епископом Гомельским и Мазырским. Праз два годы отримал титул епископ Гомельский и Жлобинский. У лютым 2000 года узведен у сан архиепископа. У ладыка Арестарх лауреат проймий за духовной адраджене, гоноровый грамадзянин Гомеля, уладальник ордена пропадобного Сергия Радонежского I и II ступеню. Однако его вспоминают, как человека стиплого простого, который жил и робил добрые справы, деля людей. Посмотрите, он прошел, у нас всего было 70 храмов на Гомельщине, а сегодня у нас 250 храмов, две епархии, четыре монастыря. Это все его основные труды, которые он положил в своей жизни для блага нас с вами. И этот человек жил не ради себя, а жил ради церкви, ради людей. Я бы сказал такими словами, что его свеча из чистого воска. Пошла с вечера памяти, так само отбылась и презентация книги, работ архиепископа Ры Старха, слова пропадобного Семяуна Нового Богослова и их особливости. У основы выдания легла диссертация, которую владыка оборонял в Московской Духовной Академии. За эту работу он отримал науковый ступень кандидата Богословия. До того же, в книгу вошел авторский артикул архиепископа Ры Старха, написанный про Троицка Сергею Лавру, ее вплив на русскую литературу, культуру и духовную освету. Надо означать, что выдание насыщено глубокими думками и выслоями, которые были властивы у владыку. Само учение преподобного Семена Нового Богослова очень интересное вообще по манере изложения. Очень интересная сама по себе книга. И она полезна и для ума, и для сердца. Это, знаете, такой своеобразный научный трактат, который просто интересен и написан очень интересным языком. Архиепископ Ры Старх пошел в життя у 2012 годе от сердечного приступа. Он помер уродной батьковской хаті, увез вся советская бода под час молитвы, похован в Гомельске, Микольске, Мушинске монастыры, настоятелем якого з'являлся при житті. Архиепископ Ры Старх и сё не застаяцца у памяти людей, як человек с великой душой и сердцем. Боян саправды заравил шмат для православной сарквы, громадства и Гомельщину целым. Вероника Ворошилина, Игорь Марышенко, телерадоэ кампания Гомель.